Мы на месте. Мы приветствуем Ирину. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверили она нам свое биополе на период сеанса? Надо верить. У нее голограмма, правда, стоит, но она кивает. Итак, сканер, просканируй сейчас Ирину, отключи эту голограмму, подключай все подключенные к этой голограмме чипы, датчики, импланты, микрочипы и конвекторы. Сканер их видит, отключает и выводит все это из биополя Ирины. Пошел процесс. Голограмма красивая, переливающаяся синим цветом и подключена к запястьям, рук, голове, горлу. Горлу, голове. Ну, понятно. Хорошо. Догадываюсь, кто это. Готова в клетке голограмма. Отлично. Даю команду, значит, 3. Сканер сканирует пространство над головой Ирины, под ногами 360 градусов вокруг нее. Один, два, три. Сканер сканирует все семь тонких тел Ирины, находит все. Но не арахноид на голове. Арахноид, хорошо. Дальше гуманоид. Его голограмма? Да. Гуманоид, хорошо. Красный дракон. Красный дракон. Инсектоид. Инсект есть. Демон. Какой демон? 12. 12-герцовый. Хорошо. Итак, у нас гуманоид с голограммой, арахноид, красный дракон. Какой красный дракон? 2.11. Повтори. 7.2.11. 7.2.11. Довольно высокий. Инсектоид и 12-герцовый демон. Хорошо. У кого есть контракт с Ириной на пребывание в этом биополе? У кого. Кто был ответственен за то, что у нее был заложенный нос и болел язык? Арахноид и иголки. Хорошо. Мы тоже разобрались. Ну что ж, начинаем тогда работать. В процессе работы я буду задавать другие вопросы. Да и команда тонкой копии Ирины спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативность, от всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Ирине. Энергии страха, энергии неуверенности, энергии всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Пока идет реверс, сканер. Дай мне полноту души Ирины на настоящий момент. 94. 94%. Гуманоид где 6%? На голограмму показывает. Сколько ты находишься в этом биополе? Откуда ты гуманоид сначала, скажи мне? Орион. Сколько ты находишься в этом биополе? 8 лет 4 месяца. Сколько арахноид находится в биополе? 3 года 2 месяца. Красный дракон. Сколько ты присутствуешь в этом биополе? Год. Сколько находится инсектоид в этом биополе? 2 года 8 месяцев. Сколько у тебя инкубаторов стоит? 1. И демон 12. Сколько ты присутствуешь в этом биополе? 4 месяца. А на что ты зашел? Я к ней зашел, она ко мне зашла. Объясни. Она тебя вызывала? Она живет там, где я живу. То есть ты живешь в этой квартире, где она находится? В смысле? Да. В которой она живет. Понятно. Кто еще присутствует в этой квартире из присутствующих? Дракона из платы. Гуманоиды есть что-то? Нет. Нет. Арахмат присутствует там. Наверное, какое потомство его есть. Хорошо. Кто мне объяснит эту ситуацию с этим маятником? Кто-то из вас пришел на маятник или на это учение с маятником? Кто-то перекрывает какие-то каналы ей? Голограмма. Это учение связано как-то с гуманоидом? Именно этот маятник и попытка получить ответы? Нет. Это другие энергии. Какие это энергии? Грегора? Не наши. Хорошо. Мне надо узнать, чьи это энергии. Это, скорее всего, только через Грегор можно понять. А что-то присутствует в ней от этого Грегора, Вера? Грегор присутствует. Хорошо. Значит, это и Грегор. Ну, будем тогда в процессе работы разбираться. Как у нас с реверсом? Закончен. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Ирина забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Забираем из этой голограммы весь биоматериал, все родные энергии, все, что на чистоте Ирины находится, забираем по праву назад. Усилие потоки в 50 раз. У меня энергия возвращается с голограммы синего цвета, то есть третий глаз. Конечно. Это то, что я перекрывала. Третий глаз, конечно, она перекрывала. Она даже не перекрывала, она ее как в разрез с ней шла, торгала, как параллельно энергии. И сколько находилась эта голограмма? Тоже 8 лет? Нет, голограмма строилась постепенно и накапливала энергии, а также частички, которые сейчас вернулись. И в общем, сколько находится эта голограмма в биополе? 4,5 года. Это довольно приличный срок. Идем дальше. Реверс закончился. Хорошо. Начинаем с вытаскивания. Реверс закончился. Скэнер дай мне полноту души Ирины на настоящий момент. 100%. Хорошо, чтобы не пришлось потом по вселенной гоняться и искать частички. Все вернули. Начинаем с вытаскивания. Демон, скажи мне, где находятся лярвы в биополе Ирины? На руках, вниз живота. Да. Там инсектоид сидел. Еще что? У меня есть накопление внизу нога. Но это не лярва. Затемнение, да? Да. Ты хочешь получить эти лярвы из затемнения? Ну, он показывает на нее. У нее есть затемнение еще. Горло вниз идет и вверх. Как овал такой. Хочет он, да? Хорошо. Выходи сначала, снимай все, что ты оставил на своей чистоте. На месте доложи, что ты все снял. Я дам тебе отдельную команду на лярвы из затемнения. Приступай. Он тяжеляет ей ноги. Демон, да? Да. Это ты ее тормозил, что ее ничего не хотелось сделать, никакого движения нет? Или она физическую тяжесть только ощущала? Как это было? Он говорит, что он еще недолго сидит. Тяжесть была и были бы отеки. Были бы отеки. На физическом теле. Понял. Ну, 4 месяца это действительно немного, да. Он все снял. Хорошо. Разрешаете забрать все лярвы из затемнения в биополе. Ничего не забывая, возвращайся назад. Готов. Инсектуэт, твоя очередь. Выходи, вытаскивай свой инкубатор, вытаскивай крепление, отключайся полностью, не забывая жидкость забрать, чтобы ничего там не осталось. Как все снимешь, возвращайся в клетку-тюрьму. Приступай. Готов. Хорошо. Красный дракон. В 72.11. Это достаточно высокого уровня дракон, чтобы находиться в этом биополе. В чем причина? В энергиях, в характере, в реакциях. Много энергии лишней, которую ты собираешь, или как это понять? Или энергия, которая тебе подходит, или что там? Да, именно так. Понятно. Ты чисто пришел энергию украсть. Правильно я понимаю? Подпитаться. Подпитаться. То есть там не было никакого обучения, ничего подобного. Ты просто хотел подпитаться. Хорошо. Выходи, снимай все свои платы, отключайся полностью, возвращайся назад. Приступай. Немного негативных, резких энергий. На них он и пришел. На резкие энергии. Задумайтесь, Ирина, о словах красного дракона. Это их чистота. Резкость. Все снял. Арахной, твоя очередь. Выходи. Снимай всю свою паутину, вытаскивай все свои иголки. Ничего не забывай. Особенно нос и язык. И возвращайся назад в клетку-тюрьму. Приступай. У него паутины, во-первых, много. И внутри, в голове, в носу. И иголки у него мохнатые. Так что не опешила в горле, скорее всего. Ну, от мохнатых там, конечно, идет больше воздействия, чем от простых данных. Вот все снял. И скэнер. Просканируй сейчас Ирину на частоте гуманоида и его голограммы. Остались ли какие-то датчики незамеченные или микрочипы? Если есть, выводи. Есть. На шее у нее. Да. Как круглый. Диск. Диск или. Хорошо, отключай это, выводи полностью. Если эта конструкция связана с другими какими-то датчиками, выводи их тоже. Так как ошейник на шее. Какая функция этого ошейника гуманоид? Это центральная подключка голограммы. Вывел ее. Отправляй ее в клетку-тюрьму. Готово. Хорошо. Даю команду на рассинхронизацию Ирины с демоном, инсектоидом, красным драконом, арахноидом, гуманоидом, его голограммой и этим ошейником. Пошла рассинхронизация до 100% и заканчивается автоматически. Готово. Даю команду скэннеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Хорошо. Подхожу к Ирине, помогая моей энергией отстегнуть и все каналы на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетает канал и отстегивается. Открывается воронка в галактическое ядро. Канал выходит на переработку. Закрываю печатаю и растворяю. Готово. Хорошо. Демонт, я тебе отдать эмоциональный фантом. Хочешь получить? Хочу. Значит, тогда назовешь мне пару частот, которые я буду перечислять, которые являются основными, из чего все вытекает. Выходит эмоциональный фантом Ирины, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низкообрационную эмоциональную энергию. Злость. Ей же сгенерированная проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Но у меня вышел фантом, он как перегруженный, у него как горб сзади, с серыми энергиями. Ирина, вот так вот выглядит ваш эмоциональный фантом, это энергия, которую вы сами сгенерировали. Вы готовы от них отказаться? Да, готова. Сворачиваете энергии в шар, демон забираешь? Забирает. Отправляет демону и слушает тебя. Делает через силу, делает что-то, что не хочет делать, хочет по-другому жить. Это все наслаивается на нее. То есть она игнорирует? Негатива. Она игнорирует свои внутренние потребности поменять свою жизнь и заниматься любимым делом, и занимается нелюбимым делом. Это так? От этого она страдает? Примерно так. И еще что-нибудь есть на этих частотах? Он показывает, что эти реакции, которые, вернее, негатив, который она создает тем, что ей не нравится ее жизнь на данный момент, ведет к резким реакциям. Эти резкие реакции выбрасываются резкими, как энергии от нее идут такие разрезы, которые неприятные. Что внутри, то есть наружу. Все понятно. Хорошо, демон, больше вопросов нет. Сейчас я открою тебе портал в дом вместе с красным драконом и арахноидом. Вернее, я открою два портала. Ты уйдешь в один красный дракон, арахноид, иду в другой портал. В этот дом, собирая там все, что ты оставил на своей чистоте, все собираете. Все, что вы там оставили. Арахноид, если потомство, пусть тоже не забывает. Я приду, проверяю. После этого, демон, ты покажешь мне все порталы в этих двух комнатах. И я их закрою, и после этого соберу тебе еще весь негатив в этих двух комнатах. Устраивает? Понял, устраивает. Выстраивает два канала, вернее, открывает два канала в эти комнаты, где живет Ирина. Один, два, три. В один уходит арахноид и красный дракон. Во второй уходит демон. Закрывай, опечатывай, растворяй оба канала. Готово. Хорошо, инсектоид, ты больше не приходишь в это биополе. Тебе это понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте инсектоида. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, я прошу Ли выйти со мной на связи. На связи. Еще раз тебя приветствую. У меня здесь гуманоид с Ориона. Голограмма четыре с половиной года находилась в биополе. Он находился восемь лет и четыре года. Шесть процентов души из голограммы мы убрали. Еще там находится ошейник, через которого шло управление. Все это находится сейчас в клетке термия. Подключки уничтожить, его забираем на проверку. Под голограммой и этим ошейником открываю воронку в галактическое ядро. И это все уходит на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. Готово. Хорошо, забрали. Да. Поехали по частотам. Переходим на частоту негативных эгрегоров, мешающих жизни, судьбе и здоровью физическому и энергетическому. Эгрегоры выходят, активные подсвечиваются. Есть эгрегоры. Сколько их? Два активных, но они тусклые оба. Хорошо, ты можешь считать информацию, что это за эгрегоры, какое-то учение? Это и развитие, которое она через руки. Итак, мы спрашиваем сейчас Ирину, готова ли она отстегнуть от себя все негативные эгрегоры, которые к ней подключены, или к которым она сама себя подключила. Да, она готова. Подхожу к Ирине, помогая моей энергии, на счет 3 отстегнуть все эгрегоры. Один, два, три. Пошел мощный удар, отлетает эгрегоры, открывая воронку в галактическое ядро, и все эгрегоры вместе с их фантомами уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Ирина, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Великолепно, легко, свободно. Отлично. У нас остались 10 вопросов к вашему куратору, и сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Ирины. Это мужчина. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой впервые в данном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Ирины. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Приветствую всех в этой комнате. Рад находиться здесь. Приветствую вас. Для простоты общения. Зовите меня Молли. Молли. Приветствуем вас, уважаемый Молли. Меня зовут Влад, это Вера. Вы сегодня проводили чистку вашей подопечной Ирины, убрали все, что ей там мешало, и она написала 10 вопросов, которые она хотела бы вам задать. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Да, я постараюсь быть точным и информационным. Благодарю вас. Начинаем с первого вопроса. Кто и откуда мой куратор, учитель? Хотел бы представиться, как я уже сказал, мое имя Молли. Я твой куратор на эту жизнь. Курирую тебя. Верней твою душу. С самого рождения на планете Земля. Чем-то подстраиваю. Стараюсь выполнять твои желания и запросы. Где-то показываю знаки. И я понимаю, что жизнь на Земле тяжелая для чистой души. С детства нахватываешься разных чужих мнений, ограничений и правил. Трудно достучаться и общаться обычным путем, телепатическим. Но я рад нашей встрече. А теперь перейдем к летам. Моя душа так же, как и твоя созвездия Лиры. Мы лирианцы. Мы приветствуем представителя созвездия Лира в нашей комнате диагностики. Мы очень рады вам. Благодарю за это приветствие. Можем идти дальше или вы хотели добавить что-то? Продолжайте. Второй вопрос, который должен был быть, по сути, первым. Откуда моя душа? Как я уже ответил. Твоя душа созвездия Лиры несет лирианские энергии, звуки и цвета. Вы хотели добавить или можем продолжать? Я ответил на вопрос. Если есть еще вопросы, задавай. Третий вопрос. Над какими чертами характера мне стоит работать? Высокомирие, невыполнение обещаний, агрессия. Над этим я уже стараюсь работать. Ты назвала главные, я назову второстепенные. Читая манифест, ты заявляла о себе, запрещая вторжение и четко зная, что ты защищаешься. Но приняла ли ты ответственность на себя? Принятие ответственности за свои энергии, действия и реакции — это первое, что должно произойти. Отсюда отталкивается душа, зная, что все, что она делает, — это лишь ее ответственность и воля. Не надо перекладывать эту ответственность ни на кого другого. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Молли. Четвертый вопрос. Какие качества характера моя душа пришла нарабатывать в этом воплощении? Мягкость, доброту, любовь. Эти качества и энергии знакомы твоей душе. Сейчас ты их практикуешь на планете Земля. Благодарю. Благодарю вас. Пятый вопрос. Какой главный опыт проходит моя душа в этом воплощении? Любовь. Любовь — это то, что можно четко понять через физическое тело на планете Земля. Любовь — это не всегда получать. Любовь — это отдавать. Только так растет душа и развивается. Отдавая, понимая, принимая. Доброта и любовь — это и есть благодетель и суть души. Благодарю. Благодарю вас. Шестой вопрос. Стараясь наработать канал связи с куратором, учителями, наставниками, святыми, видно ли это и правильно ли я работаю? Нет, неправильно. Это видно. Энергии, которые ты выпускаешь, не несут в себе силы. Мольба и прошение — это не канал с кураторами и учителями. Не нужно нарабатывать каналы в разные стороны. Нужно четко понимать, с кем ты общаешься. Каналы, не несущие ответственность, уходят в пустоту, а ты теряешь энергию. Эту энергию видят интерференты, поглощая ее или подключаясь к тебе. Благодарю. Благодарю вас. Седьмой вопрос. Как выглядят мои энергии и как с ними работать? Прекрасный вопрос. Я с удовольствием отвечу про эллианские энергии. Твои энергии выглядят в виде желтоватого, я бы назвала лунного цвета, излучающий цвет или лучи. Эти энергии проходят по всем твоим энергетическим центрам, наполняя твой стержень и делая его сильным. Эти энергии могут растекаться по всем энергетическим телам, наполняя их и излечая тонкие тела и физическое тело. Эти энергии могут закручиваться в спираль по позвоночнику, затрагивая все энергетические центры и уходя далеко вверх. Эти энергии лучами могут излучать по всему контуру физического тела и тонких тел, называемых аура. Излучать лучи, равномерные и спокойные, как волны. Как пользоваться этой энергией зависит от тебя, от твоих эмоций и реакций внутри. Выплёскивая негатив или отвечая грубостью, ты выплёскиваешь эллианские энергии, теряя их и приходя в опустошение. Твоя задача — научиться сохранять эти энергии, выставляя защиту из лирианских энергий, как, например, я уже объяснил. Лучистую, защищающую оболочку, не подпускающую к себе негатив, а не выплёскивающую энергию. Эта оболочка может быть как защитная, так и распространяющая прекрасные энергии лири и доброты. В прошлом году после гипертонического кризиса появились очень чёткие мысли. Я хочу домой. Что я здесь делаю? Это были ощущения души или навязчивые мысли и чувства? Это был крик души. Ты не работаешь душой. Это и дало удар по физическому телу. Физическое тело должно находиться в балансе с душой. Ты же делаешь своё развитие не согласованно с душой, не понимая энергии, которые ты выпускаешь. Моля о помощи и содействии. Направить на путь правильный. Как я уже сказал, в первую очередь душа принимает на себя ответственность. Душа несёт в себе огромную силу. Силу воли, силу опыта, силу знаний. Именно эти знания внутренние показывают тебе интуитивно, как себя вести, куда тебе идти, как тебе развиваться. Ты же не слушаешь душу, ты слушаешь мозг. Именно от этого страдает физическое тело, а душа хочет домой. Сгармонизируй и сбалансируй физическое тело со своей прекрасной душой. И ты увидишь, как энергии и вибрации будут виняться сперва внутри тебя, потом вокруг тебя. И твоя жизнь будет настроена на правильный гармоничный лад. А связь будет чётче и понятней. Так как, слушая свою интуицию, ты принимаешь правильные решения. Благодарю. Благодарю вас, Моли. Девятый и десятый вопрос – это ситуации. Девятый вопрос. Пару лет назад я увидела перед собой образ святой, и прозвучало слово «любовь». Я неделю ходила и светилась любовью. После увиденного у меня произошли изменения в мышлении. Бросила пить, курить. Курила около 40 лет. Занялась спортом. Что значило слово «любовь»? Кто это была? Дева Мария или Санта Розалия? Для меня это важно узнать, потому что я езжу и обращаюсь к святой Розалии, святая на Сицилии. Прошу этот вопрос не вычеркивать. Последнее предложение – это к нам. Чтобы мы не вычеркнули этот вопрос, мы просили задавать вопросы о развитии души, но такие вопросы нам прислали. Тебе показали состояние души и смысл твоего пребывания на земле. Как я уже сказал выше, любовь – это то, что должна нести любая душа, отдавая и беря на себя ответственность. Твоя душа ответила и прочувствовала это в физическом теле, и каждой клеточкой потоки, потоки любви были показаны тебе в физическом теле и духовном плане. Я не раз слышал показаны, ты сказал, да? Тебе показали, что такое любовь, как ты ее чувствуешь на физическом и духовном плане. А дальше душа должна была работать над собой, излучая эту любовь и неся ее дальше. Не надо ждать, надо дарить. Кто это был? Это были лирианские энергии с моей помощью. Куратор – это самый близкий духовный наставник, который всегда находится рядом и, как правило, ведет одну душу. На этом жизненном пути. Поэтому налаживание связи с Куратором так важно. Вы называете нас Ангел-Хранители, но это состояние души. Я имею в виду души до воплощения. Ты знаешь четко, что у тебя будет наставник или Куратор, или Ангел-Хранитель в одном лице с душой, такой же, как у тебя, понимающий тебя. Я надеюсь, я правильно ответил на этот вопрос. И мое изъяснение понятно. Все правильно, никаких вопросов нет. Я просто хотел подчеркнуть, что это никак не связано с Эгрегором, к которому она обращалась. Это работа Куратора и энергии родных ее, ее объекта, ее планеты, откуда она родом. Созвездие. Созвездие, я прошу прощения. Можем продолжать дальше? Можем. Последний, десятый вопрос. После гипертонического кризиса я очень хотела восстановить физическое тело. Ночи во сне меня подняли высоко, и я увидела себя маленькой точкой, которая сильно переживала за физическое тело. Это выглядело смешно. Почему-то я подумала, что нужно заниматься духовным больше, чем физическим. Опускаясь, я почувствовала плотность пространства, и даже пространство было очень плотным, твердым по сравнению с тем, что я чувствовала наверху. Кто меня поднял, и что конкретно мне хотели показать? Я позвал твою душу. Еще раз напомнить, что душа должна работать с физическим телом, гармонизироваться и быть в балансе. Я описал выше ситуацию и неправильное понимание ума, души и тела. У тебя все работает по отдельности. Тонкие тела пробиваются, и физическое тело получает удар. В виде гипертонических кризисов или других болезненных ощущений. Только в гармонии души и тела будет правильное продвижение, гармоничной энергии и светлый путь. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Молли. Вопросов больше не осталось, если позволите один наводящий вопрос. В описании своих проблем, когда она нам писала, там я заметил такое сильное желание работать с этим маятником. Ее очень беспокоило, что этот маятник не работает. Зная, что это не совсем правильный путь, мне хотелось бы услышать ваше мнение по поводу этого маятника. Вы, правда, давали информацию во время чистки, но не могли бы вы еще подробнее обратиться о целесообразности этого занятия? Я не буду разговаривать по поводу целесообразности этого занятия. Я сказал самую важную суть. Не понимая, с какими энергиями ты работаешь, любое продвижение принесет тебе лишь ущерб. Маятник — это энергии, так же, как и другие возможности развития. Ущерб принесет не только тебе, но и людям, окружающим тебе. Ты ищешь, но ищешь, как я уже сказал, без души, умом и телом, получая ошибки и негативные эмоции. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Молли. Вопросов больше не осталось. Если вы хотите сейчас от себя что-то добавить или активировать внутренний стержень, это был бы самый лучший момент. Внутренний стержень активирован. Все самое главное я уже сказала. Тогда остался маленький нюанс, о котором, возможно, вы пока еще не знаете, но на созвездии Лира об этом прекрасно знают. В этой комнате диагностики есть очень добрая традиция. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам сюда приходит, мы всегда делаем один определенный подарок. В твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на Земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Молли, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за его визит, за его ответы своей подопечной, просто на добрые воспоминания об этой замечательной встрече. Какой приятный подарок. Эти ягоды похожи на космические объекты и звезды. Я с удовольствием приму этот подарок. Я благодарю вас. Передавайте, пожалуйста, от нас с Верой привет созвездию Лира. Мы будем рады всем кураторам, которые, как вы, достучаться до своих подопечных. Со своей стороны мы готовы убрать преграды, которые стоят у них на пути, и открыть эти двери, в которые они дальше пойдут уже сами. Это приятное предложение. И я знаю, что лирианцы работают в таком же контексте, как работаете вы. Благодарю. Благодарю вас. Вторая традиция, мы никогда не прощаемся. Я говорю, до скорых встреч. Возможно, на каком-то этапе ваша подопечная захочет познакомиться со своим высшим «Я», когда она будет готова. В этом случае мы всегда приглашаем куратора и вместе поднимаемся на этот уровень. Но это возможное будущее. Благодарю вас, уважаемый Молли. Всего вам наилучшего. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Хорошо, Ирина, мы закончили встречу с вашим куратором Молли. Вы получили все ответы на свои вопросы. Да, очень интересные ответы. Такое ощущение, что он активировал во мне определенные энергии. И я наполнилась ими и чувствую их внутри себя в виде любви и доброты. И не забывайте, с куратором связь устанавливается телепатическим. Для этого надо немножко поработать. Хорошо, сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа и сразу перейдем к чистке ваших комнат. Для усвоения энергии и вибраций возвращаем тонкую копию Ирины в ее систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу, клеточке, извиленке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта.